МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 26 июля день приема в Федеральной службе судебных приставов. Сотрудники органов Федерального противопожарного надзора отмечают свой профессиональный праздник. Буревестник против Динамо ВЧ завершился девятый тур чемпионата города по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Оказание юридической помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка работы судебной системы. 26 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов пройдет день приема граждан. Всем желающим получить консультации по интересующим вопросам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Подробности далее. Есть вопрос, но нет ответа. Причиной этого может стать банальная нехватка времени или недостаток информации. Все, о чем хотели узнать, уточнить и выяснить по поводу своих и чужих долгов у судебных приставов, можно будет сделать 26 июля с 2 часов дня до 8 часов вечера. Этот день у нас специально сделан для того, чтобы люди после работы спокойно могли к вам подойти, узнать полную информацию о ходе исполнительного производства, решить для себя какие-то вопросы, в том числе по оплате имеющихся у них задолженностей, просто узнать о том, имеются ли у них какие-либо долги. Единый день приема граждан проводится для повышения уровня доступности и открытости службы судебных приставов. Можно будет получить помощь и необходимую консультацию в рамках компетенции этой организации. О перечислении денежных средств, о поступлении, о тех мерах принудительного взыскания, которые проведены в рамках исполнительного производства, когда, куда были направлены запросы, какие были получены ответы, какие действия были проведены судебным приставом в рамках данного исполнительного производства. Всю эту информацию мы гражданам и представителям юридических лиц предоставим. За 6 часов приема сотрудники службы предоставят максимально полную информацию с помощью базы АИС по конкретному исполнительному производству, независимо от того, сколько понадобится для этого времени. Пока человек не будет удовлетворен полученной информацией. То есть все вопросы, которые он задаст судебному приставу либо мне, пока он не получит на них ответы, мы его не отпустим. Прием будет проводиться в порядке живой очереди, но если вы ограничены во времени, то лучше записаться заранее. Для этого нужно позвонить по телефону 6 18 55 и сообщить удобное время для посещения, а также детали обращения, чтобы сотрудники могли подготовить решение вопроса к моменту приема и принять меры по существу проблемы. Предупреждение о выявлении и пресечении нарушений требований пожарной безопасности. 18 июля день образования органов Государственного пожарного надзора. В течение всего года специалисты этого ведомства проверяют соблюдение требований пожарной безопасности на производствах, объектах социального назначения, а также занимаются профилактической работой по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций. Праздничный день у Вячеслава Кайнова проходит в рабочем формате. Летучка у руководителя, ворох срочных дел, написание отчетов и протоколов, помощь коллегам и, конечно же, проверки объектов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Сотрудникам Государственного противопожарного надзора не до отдыха. Порой от их внимательности зависит жизнь десятков людей. О выборе профессии, сделанном более 15 лет назад, Вячеслав не жалеет. Тогда они назывались профилактическая служба. Но мы уже ходили именно по городу, проверяли объекты городские, не объектовые. И вот с этого, как у меня началось, как закрутилось, и вот до сих пор я в этой службе. Сотрудники противопожарного надзора занимаются не только профилактической работой с предприятиями и учреждениями города. Часто их можно увидеть на месте пожара. Они берут на себя роль дознавателей и выясняют, где поджог, а где возгорание. Лучшим подарком на профессиональный праздник считают отсутствие нарушений на проверяемом объекте. Очень приятно, когда приходишь на объект, либо минимум замечаний, либо их нет совсем. И когда вот с руководителем заканчиваешь проверку, и если проверка заканчивается положительным актом, вот немножко прям, ну душа радуется. В свой профессиональный праздник сотрудники Федерального государственного противопожарного надзора по традиции поздравляют друг друга. И как заведено в поджарной охране России, не забывают и про своих ветеранов. А самые частые пожелания в этот день – поменьше экстренов вызовов в смену. Министерство образования и науки и молодежной политики Нижегородской области подвело итоги деятельности муниципалитетов в сфере молодежной политики за прошедший год. Первое место в рейтинге занял наш город. Экспертами оценивалось количество и качество проведенных в городе мероприятий, результаты участия в областных и федеральных конкурсах и проектах. Специалисты ДМИС подчеркивают, что департамент ориентирован на пожелания жителей и открытость для конструктивных предложений, которые можно направлять на электронный адрес или по телефону 671-81. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Ливневую канализацию в Яблоневом саду сделают до конца октября. Соответствующий контракт опубликован на сайте госзакупок. Как следует из материалов, до 19 октября будут выполнены водоотводы дождевых и талых вод на улицах Яблоневой, 1, 2, 3 и 4 Вишневой, Нижегородской и Молодежной. Сейчас системы ливневой канализации на перечисленных улицах нет, что чревато значительными неудобствами при обильных осадках и сильных оттепелях. Департамент образования приглашает саровчан поделиться своим мнением относительно того, нужно ли сохранить школы бумажные дневники. Ссылка на соответствующий опрос опубликована на официальном сайте ведомства. В пояснительной записке говорится о том, что сейчас школы все активнее отказываются от бумажных журналов, а родители стали чаще заглядывать в детские электронные дневники. Об этом говорят как социологические опросы, так и исследования. Саровчанам предлагают выбрать, какую песню они хотели бы видеть в клипе, который будет записан в рамках проекта «10 песен атомных городов». Отдать свой голос в поддержку той или иной композиции можно на официальном сайте администрации. Напомним, в наш город команда продюсера Тимура Ведерникова приедет 20 сентября. Проект «10 песен атомных городов» появился на свет в рамках программы «Территория культуры Росатома». Он объединит несколько сотен талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах присутствия Росатома. Результатом их работы станут 10 уникальных видеоклипов на популярные песни разных лет. Жаркая погода уже не первую неделю радует саровчанам. Все чаще жители города выбираются на пляжи и дачи, чтобы не просто отдохнуть, но и стать обладателями красивого загара. Но прежде чем получить свою порцию ультрафиолета, позаботьтесь о здоровье и приобретите крем от солнца. А мы расскажем вам о том, на что стоит обратить внимание при его покупке. Еще каких-то сто лет назад в высшем обществе был культ белоснежной кожи. Мужчины и дамы использовали все подручные средства, лишь бы уберечься от загара. Но в 20-х годах прошлого века ситуация резко изменилась. Коко Шанель ввела моду на загар и стала популярна отдыхать на морском побережье. Несмотря на то, что солнечные лучи способствуют улучшению кровообращения и повышению иммунитета, влияние ультрафиолета на кожу двоякое. Поэтому отправляйтесь за загаром, используйте защитные средства, советуют специалисты. Это будет эффективной профилактикой фотостарения кожи, образования пигментных пятен и развития различных злокачественных образований. При выборе средства обратите особое внимание на срок годности. Просроченные крема в лучшем случае будут неэффективными. В худшем нанесут вред кожи и вызовут аллергию. Солнцезащитные средства служат для кожи защитным экраном, отражающим ультрафиолетовые лучи. Поэтому при их выборе также необходимо обращать внимание на аббревиатуру СПФ и рядом стоящую цифру. Она обозначает, во сколько раз можно увеличить безопасное время нахождения на Солнце без риска получить солнечный ожог. Значение величин СПФ-фактора может быть в пределах от 2 до 50 единиц. Чем более светлая кожа, тем более высокая цифра СПФ-фактора будет стоять при выборе солнцезащитного средства. И если значение СПФ-фактора нужно выбирать в соответствии с индивидуальными особенностями кожи, то вот какой тип средства использовать зависит только от вашего желания. Специалисты утверждают, что между кремами и спреями особой разницы нет. Форма крема подходит для кожи сухой и чувствительной. Форма спрея удобна наносить на тело. Также в последнее время популярны солнцезащитные средства, выпускаемые в форме стиков. Они компактны и универсальны в использовании. Главное помнить, ни одно средство не обеспечивает стопроцентную защиту от солнца. В период солнечной активности не забывайте надевать главные уборы и легкую хлопковую одежду. Волонтерская группа «Движение навстречу» уже несколько лет подряд принимает активное участие в жизни воспитанников Темниковского и Потьминского домов-интернатов. Инициативная группа неравнодушных саровчан регулярно проводит акции помощи ребятам, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Добровольцы организуют поездки в детские дома с тематическими встречами и выездными мастер-классами. Очередной выезд в Темниковский детский дом запланирован на 22 июля. Подарить детям радость и веру в добро несложно. Для этого не нужно быть волшебником. 22 июля волонтеры группы «Движение навстречу» вновь упакуют подарки, загрузят их по машинам и отправятся в Темниковский детский дом. Дружба с ребятами из этого детского дома у волонтеров сложилась три года назад. Мы съездили и нашли какой-то общий язык с ребятами. И теперь каждый месяц мы к ним приезжаем и делимся добротой, теплотой друг с другом. И даже заряжаемся друг от друга позитивными эмоциями, энергиями. И все-таки помогать детям, которые остались в серьезной жизненной, сложной жизненной ситуации. Это, мне кажется, хорошее дело. Каждый раз волонтеры привозят детям вещи первой необходимости – игрушки и канцелярские товары. Цель активистов – не только вручить детям подарки, но и порадовать их интересными мастер-классами и творческими заданиями. Волонтеры проводят вместе с ребятами много времени и, что самое главное, становятся настоящими друзьями. В этот раз список нужд не совсем большой. Администрация просит краску для наружных работ по 6 килограммов – красная, серая и желтая. Также они просят почтовый ящик, ну, видимо, для того, чтобы корреспонденция принималась легко. И также просят папки на 60 файлов, 30 штук – это чтобы дела детей стояли в порядке. Также ребята попросили самокат, перчатки для фитнеса и сладости. Подарки воспитанникам детского дома можно приносить в редакцию канала 16 по адресу Силкина 41. Дополнительная информация по телефону 8 920 051 85 95 или в группе ВКонтакте волонтерская группа «Движение навстречу». Завершился девятый тур чемпионата города по футболу среди команд первой лиги. В очередной игре на центральном поле стадиона «Икар» встретились команды «Буревестник» и «Динамо ВЧ». О том, кто стал победителем матча, расскажем в следующем репортаже. Настоящее соперничество чувствовалось между командами. И «Буревестник», и «Динамо ВЧ» желали победы, поэтому игроки в обеих командах старались действовать слаженно. Как известно, именно то, как чувствуют себя друг с другом товарищи, определяет успех игры. Прежде всего, это командная игра в футбол, так что поэтому чувство плеча каждого игрока, каждого соратника, можно сказать, очень важно. В основном этим определяется именно победа. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу «Динамо ВЧ». Впрочем, «Буревестник» не был настроен на поражение. Игроки сохранили боевой дух и надеялись во втором тайме не только отыграться, но и выйти в лидеры. «Я надеюсь, наша команда покажет характер, пока мы проигрываем, но надеюсь, мы победим со счетом 2-1, как минимум». Зрители на трибунах разделились на два лагеря. Кто-то говорил, что победить «Буревестнику» не удастся. Другие верили в победу команды вместе с самими игроками. «За Буревестник». «Как вы считаете, у них есть шанс победить?» «Нету». «А почему?» «Синенький лучше играет». «Ну, в чем лучше? Я думаю, что они физически были лучше подготовлены». «За Буревестник». «Как вы думаете, у них есть шанс выиграть сегодня?» «Конечно есть». «А что им надо сделать, чтобы выиграть?» «Я думаю, нужно идти в атаку и бить повороты». Несмотря на старания и веру, победить команде «Буревестник» не удалось. Они уступили победу «Динамо ВЧ» со счетом 1-5. Восточная мудрость гласит «Мед лекарство от 100 болезней». Полезные и вкусные лакомства саровчане могут приобрести в Центре культуры и досуга внеев. Там открылась выставка «Медовая феерия». С 16 по 20 июля в Центре культуры и досуга внеев проходит ярмарка «Меда». Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки в день и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. «Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов». Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. «Прополисный мед с живицей тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний. И бронхиты, ларингиты, ангины. Его очень тоже хорошо кушают для профилактики». Кроме меда, на ярмарке вы сможете приобрести и другие продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пиргу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите на медовую феерию. Ярмарка работает в Сарове с 16 по 20 июля. Кстати, весь мед пчеловоды Михайловы привезли со своей пасеки. А это значит, что качество продукта они гарантируют лично. Вас ждут в Центре культуры и досуга в НЕФ с 10 утра до 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии для вас работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова